Всем доброго времени суток, с вами Cuttle Project, меня зовут Ирина. И сегодня я начну рассказывать о построении сопряжений в автокад. Изначально я думала рассказать обо всех сопряжениях и касательных в одном уроке. Но, составив список всех возможных вариантов, поняла, что если засуну их все в одно видео, то оно получится настолько длинным, что мало кто из вас сможет осилить его от начала и до конца. Поэтому урок я решила поделить на несколько частей. И эта первая его часть будет посвящена методам построения различных сопряжений прямых линий. И первое, пожалуй, самое банальное, сопряжение двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса. Здесь у меня представлен пример такого сопряжения со всеми построениями, которые необходимо было бы произвести, делаем бы мы это сопряжение вручную. Рядом болванки, на которых я буду показывать, как оно строится в автокад, а вы, соответственно, можете на них тренироваться. И так для всех сопряжений, о которых я собираюсь рассказать в этом уроке. Скачать этот чертеж, как всегда, можно по ссылке из описания видео. Но вернемся к первому сопряжению. Такие штуки очень просто делаются с помощью команды fillet сопряжение. Вот она на ленте. Но у большинства команд в автокад имеются псевдонимы, то есть сокращенные имена, которыми можно пользоваться для быстрого вызова этих команд. Так, чтобы запустить команду fillet, достаточно ввести в командную строку букву F или S-O-P в русском автокаде, и нажать Enter или пробел. Вообще, я настоятельно рекомендую выучить псевдонимы команд, которыми вы пользуетесь чаще всего, так как их применение в разы ускоряет процесс работы в автокаде. Итак, команда fillet запущена, теперь нужно указать требуемый радиус скругления угла. Он задается с помощью опции Radius. Для ее выбора можно ввести в командную строку символ, который в названии опции выделен цветом, у меня красным, по умолчанию синим, и нажать Enter или пробел. Второй вариант – кликнуть по названию нужной опции в командной строке. И еще один вариант – взять опцию из контекстного меню. Далее можно ввести требуемое значение радиуса с клавиатурой и подтвердить ввод нажатием клавиши Enter или пробел. А можно взять его непосредственно с чертежа, указав начальную и конечную точки отрезка соответствующей длины. Далее, когда радиус задан, мы просто выбираем линии, которые нужно сопрячь – одну и вторую. После чего сразу получаем готовое сопряжение. Причем работает это на любых углах – острых, прямых, тупых, все равно. А если вам нужно, чтобы после сопряжения отрезки не подрезались, необходимо взять опцию Trim обрезка и выбрать вариант No trim без обрезки. Тогда сами линии в процессе сопряжения меняться не будут. Работает это и с полилиниями. Причем, если применить в отношении полилиния команду Fillet с включенной No trim без обрезки, то сопряжение будет создаваться отдельно, не затрагивая саму полилинию. А если использовать вариант Trim обрезка, то форма исходной полилинии изменится, дуга сопряжения станет одним из ее сегментов. Второе сопряжение очень похоже на первое, но здесь у нас другие вводные. Радиус дуги неизвестен, зато известно расположение точки, в которой дуга должна касаться одной из прямых. В данной ситуации я предлагаю действовать следующим образом. Взять команду Circle , ее псевдоним C в английском автокад или K в русском, и провести окружность с центром в точке пересечения прямых и радиусом до заданной точки сопряжения. Таким образом мы найдем точку сопряжения на второй прямой. Далее раскрыть меню для инструмента Arc и выбрать из него вариант Start and Direction . В качестве начала дуги указать одну из точек касания, в качестве конца — другую, а направление, касательное к начальной точке дуги — вдоль прямой, на которой лежит начало дуги. Ну а чтобы вновь созданная дуга выглядела так же, как и сами линии, можно воспользоваться командой Match Properties . Вот так просто получить такое сопряжение сейчас. Но возможность заранее выбрать метод построения дуги в автокад была не всегда. Появилась она только в 2009-й версии программы. Поэтому в более ранних версиях автокад, если кто такими еще пользуется, построение подобного сопряжения выполняется несколько иначе. Здесь я не буду пользоваться псевдонимами, так как не могу захватывать нажатие клавиш, постараюсь максимально обходиться мышкой. Сначала также проводим окружность из точки пересечения прямых до точки сопряжения, чтобы найти вторую точку сопряжения. Затем запускаем единственный имеющийся вариант команды Arc . Указываем на точку сопряжения, после чего берем опцию End и указываем на вторую точку сопряжения. Далее выбираем опцию Direction и указываем направление касательной к начальной точке дуги. Как видите, результат аналогичный, только идти к нему приходится немного другим путем. С помощью команды Match Properties скопирование свойств ее английский псевдоним MA, русский KPS, переносим свойства исходной линии на дугу сопряжения. Ну а если требуется удалить торчащие кончики отрезков, то в любой версии автокад можно воспользоваться для этого командой Trim обрезать, ее псевдоним TA или OBR на русском языке, указать объект, до которого нужно линии обрезать, то есть нашу тугу, и нажать Enter или пробел, а затем указать на те кусочки линий, которые здесь не нужны, и завершить команду нажатием Enter или пробел. В общем, не так страшен черт, как его малюют. Итак, с пересекающимися прямыми разобрались, переходим к параллельным. И третье на сегодня сопряжение — сопряжение параллельных линий одной дугой. Решается оно в автокад буквально за пару кликов с помощью той самой команды Fillet сопряжения, которая сопрягает пересекающиеся прямые определенным радиусом. Только в случае с параллельными прямыми даже не придется о радиусе задумываться — для них команда подберет его автоматически. Здесь следует иметь в виду лишь один небольшой нюанс — при использовании команды Fillet для сопряжения параллельных прямых за точку касания принимается конец кратчайшего отрезка. Если же вам нужно, чтобы сопрягающая дуга проходила через определенную точку на отрезке, то его следует сначала до этой точки укоротить, а уже потом сопрягать. Или же можно сначала сопрячь, а потом перетащить дугу сопряжения к требуемой точке с помощью команды Move — перенести. Английский псевдоним M, русский P. И да, с параллельными полилиниями команда Fillet, к сожалению, не справляется. Хотя с пересекающимися, как вы уже могли убедиться, работает исправно. Четвертое сопряжение — сопряжение параллельных прямых двумя дугами одинаковых радиусов. И сначала рассмотрим случай, когда точки сопряжения лежат на перпендикуляре к прямым. Чтобы построить такое сопряжение в Автокад 2009 и выше достаточно соединить отрезком точки сопряжения. Взять инструмент ARC — вариант построения Start and Direction — начало-конец направления. В качестве начала дуги указать одну из точек сопряжения. В качестве конца — середину отрезка, соединяющего точки сопряжения. Направление касательное к начальной точке дуги должно совпадать с прямой, которой принадлежит выбранная началом дуги точка касания. Также для построения этого сопряжения можно пользоваться вариантом дуги Start and Angle — начало-конец-угол. Здесь также указываем на точку сопряжения, на середину отрезка, соединяющего точки сопряжения, а центральный угол нам нужен 180 градусов. Удерживая клавишу Ctrl можно менять направление построения дуги. А чтобы построить такое сопряжение в AutoCAD 2008 или еще более ранним, необходимо также соединить отрезком точки сопряжения. Запустить команду Arc — дуга. Указать на точку сопряжения. Активировать опцию End — конец. Указать на середину отрезка, соединяющего точки сопряжения. Активировать опцию Direction — направление. Указать направление касательной к начальной точке дуги, которая у нас совпадает с заданной прямой. А теперь все это повторить с другой стороны. Дуга. Начальная точка — точка сопряжения. Конец — середина отрезка. Направление — точка на исходной прямой. Здесь у нас также имеется инструмент Match Property — скопирование свойств, с помощью которого можно передать созданным дугам свойства исходных линий. Вариант этого сопряжения с произвольным расположением точек касания, хоть и выглядит страшнее, в автокад решается точно так же, как и случай с точками сопряжения, принадлежащими перпендикуляру к прямым. Отрезком соединяем точки сопряжения. Выбираем вариант построения дуги Start and Direction — начало, конец направления. Указываем на точку касания, на центр отрезка, задаем направление касательной к начальной точки дуги. Повторяем построение для второй точки сопряжения. В старых версиях автокад тоже. Соединяем точки сопряжения. Запускаем команду arc — дуга. Указываем на точку сопряжения. Активируем опцию End — конец. Указываем на центр отрезка. Активируем опцию Direction — направление. Задаем направление касательной к начальной точке дуги. Повторяем построение для второй точки сопряжения. Пятое сопряжение — сопряжение параллельных прямых двумя дугами, когда имеются три точки сопряжения. И хотя вручную это сопряжение строится чуть иначе, чем предыдущее, в автокад оно делается с помощью все той же дуги в варианте построения Start and Direction — начало, конец направления. Указываем на первую точку сопряжения, на вторую точку сопряжения, на направление касательной к начальной точке дуги. Еще раз запускаем команду и повторяем все действия для третий и второй точек сопряжения. С помощью команды Match Properties — скопирование свойств — перекладываем созданные дуги в необходимый слой. В доисторических автокад для построения такого сопряжения также пользуемся дугой. Запускаем команду. Указываем на первую точку сопряжения, выбираем опцию End — конец. Указываем на вторую точку сопряжения, выбираем опцию Direction — направление. Указываем на направление касательной к начальной точке дуги. Для построения второй дуги сопряжения повторяем эти же действия для третий и второй заданных точек. При необходимости, с помощью команды Match Property — скопирование свойств, перекладываем построенные дуги в тот же слой, в котором лежат сами линии. И шестое, последнее на сегодня сопряжение — сопряжение параллельных прямых двумя дугами заданных радиусов. Вот так строится оно ручками, но в автокад, как водится, все много проще. Здесь удобнее сначала провести одну из окружностей. Причем, если исходные прямые строго горизонтальные, как у меня, или строго вертикальные, а радиус — какое-нибудь адекватное число, то для этого можно сразу, без дополнительных построений, взять команду Circle — круг, выбрать опцию 2p или 2t в русском автокад, которая позволяет построить окружность по двум точкам ее диаметра. Указать на точку сопряжения. Далее, противоположная точка диаметра должна располагаться на перпендикуляре к прямой. Поэтому для ее построения необходимо, чтобы были включены либо Polo Tracking — полярное отслеживание. Включать и отключать его можно клавишей F10, либо режим Ortho — ортогонального ограничения перемещения курсора. Включать и отключать его можно клавишей F8. Если все в порядке, вводим с клавиатуры значение диаметра 30 и подтверждаем ввод нажатием Enter или пробел. Если же исходные прямые повернуты на произвольный угол или точное значение радиуса невозможно ввести с клавиатуры, то для построения первой окружности можно взять команду Offset сместить, ее псевдоним O на английском или POD на русском, ввести с клавиатурой или, если это невозможно, взять чертежа Radius и дважды сместить на это расстояние одну линию в сторону второй. Переложу новые линии в слой для построений. Вот теперь запускаем команду Socle круг, активируем опцию 2P, указываем на точку сопряжения, включаем привязку perpendicular , если она не активирована. Смещали линии мы на радиус, поэтому вторая точка диаметра будет на второй копии линии. Итак, первая дуга сопряжения — это часть созданной окружности. Чтобы построить вторую дугу сопряжения, можно опять взять Circle круг, но на этот раз выбрать опцию TTR или KKR в русских версиях программы. Далее указать приблизительно первую точку касания. Затем также приблизительно указать вторую точку касания. Теперь ввести с клавиатурой, если возможно, требуемый радиус и подтвердить ввод нажатием Enter или пробел. Если ввести точное значение радиуса с клавиатуры не представляется возможным, то его можно также взять с чертежа. Отсечь лишние линии в данном случае можно с помощью команды Trim обрезать. А с помощью команды Match Properties сообщить дугам сопряжения требуемые свойства. Возможен еще и такой вариант сопряжения параллельных прямых двумя дугами заданных радиусов, при котором дуги должны быть повернуты в одну сторону, образуя вот такую кривую, составленную из разных радиусов. Чтобы построить такое сопряжение ручками, придется действовать иначе, нежели для первого варианта этого сопряжения. В автокадже оно строится точно так же, как и предыдущее, с разнонаправленными дугами. То есть мы сначала строим одну из окружностей, если линии ортогональны, а радиусы удобоваримы, запускаем команду Circle . Выбираем опцию 2P , указываем на точку касания, в направлении противоположной прямой откладываем значение диаметра первой окружности. Если же линии наклонены или значение радиусов невозможно ввести с клавиатурой, запускаем команду Offset . Берем с чертежа радиус первой окружности, дважды смещаем первый отрезок или прямую в сторону второго. Я сразу переложу отрезки в слой для построений. Запускаем команду Circle . Выбираем опцию 2P , указываем первую точку сопряжения, на пересечении перпендикуляра установленного из точки сопряжения со второй копией прямой, указываем вторую точку диаметра окружности. Для построения второй окружности еще раз запускаем команду Circle . Выбираем опцию TTA , указываем на приблизительное место касания этой окружности с первой, указываем на приблизительное место касания этой окружности со второй прямой. Вводим радиус второй окружности и подтверждаем ввод нажатием Enter или пробел. Во втором случае, когда радиусы невозможно ввести с клавиатурой, проделываем все то же самое. Дуга, опция TTA, приблизительное место одной точки касания, приблизительное место второй, а вот радиус берем прямо с чертежа. Ну и в завершении, с помощью команды Trim , отсекаем все лишнее. С помощью команды Match Properties перекладываем созданные дуги в необходимый слой. И это было последнее сопряжение, о котором я хотела сегодня рассказать. Не забудьте поставить лайк, если урок вам понравился, и подписаться на канал, чтобы не пропускать выхода новых видео. Так уже через пару дней будет доступна ускоренная версия этого урока. В ней не будет таких подробных объяснений, зато будет представлено больше методов построения этих же сопряжений. Заходите на сайт cuttleproject.ru, где также можно найти много полезной информации. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео!